Здравствуйте, спасибо за возможность участия в этой конференции. Надеюсь, действительно окажется интересным для публики это сообщение. Ну, не буду затягивать. Начнем разговор с того, есть ли вообще необходимость оценки метаболического профиля мочи у кого-либо из наших пациентов с мочекаменной болезнью. С одной стороны, существует мнение, что в лечении мочекаменной болезни достаточно лишь соблюдения питьевого режима и сбалансированного питания, что известно в мировой литературе как Stone Clinic Effect. То есть, как только пациент оказывается в клинике, занимающийся лечением мочекаменной болезни, получает какие-то базовые рекомендации, и в дальнейшем уже рецидива мочекаменной болезни у этого пациента не происходит. Есть такая точка зрения, что для большинства пациентов данное исследование оказывается излишним. С другой стороны, есть мнение, что медикаментозная профилактика мочекаменной болезни эффективна только при как минимум одном эпизоде мочекаменной болезни в 3 года. Если у пациента эпизоды мочекаменной болезни возникают реже, значит с экономической точки зрения такое исследование и следующие за ним методы метаболической коррекции риска камнеобразования также экономически неэффективны. И, наконец, есть мнение, что имеет смысл оценивать первично, уже после первого эпизода камнеобразования, метаболический профиль мочи, так как у некоторых пациентов удается обнаружить стойкие метаболические аномалии, требующие терапии уже после первого исследования. И такие пациенты, несомненно, получат пользу от назначенного лечения. Есть ли какая-то польза в назначении анализа на метаболический профиль мочи в том случае, если нам нужно знать химический состав камня? К сожалению, есть данные, которые указывают на то, что точность определения состава камня с помощью имеющихся данных биохимического профиля мочи составляет не более 64%. Известно, что не все химические факторы камнеобразования определяются в суточном составе мочи, поскольку это не просто чистый химический процесс. Существуют определенные физические константы, которые влияют на риск камнеобразования. Существуют биологические, физиологические моменты патогенеза мочекаменной болезни. Ведь биохимический профиль мочи, собранный за досудки, не показывает нам ионы некоторых металлов, которые участвуют в камнеобразовании. Не показывают протективные белки, в частности, белок тамохорсфала. Ведь есть гипотеза, согласно которой белок тамохорсфала препятствует камнеобразованию. Не показывают лекарственные препараты, которые могут повлиять на риск камнеобразования. Например, цифрофлоксацин, эндинавир и некоторые другие лекарственные препараты, которые могут образовывать камни самостоятельно. Ну и наконец, кроме химического состава, влияют на риск камнеобразования, например, инфекции и анатомические аномалии. Понятно, что анализ на биохимический профиль мочи никаким образом не поможет, если ведущим риск фактором патогенеза мочекаменной болезни выступают, например, анатомические аномалии. Ну и так далее, и так далее. Что же говорят нам клинические рекомендации, на которые мы должны ориентироваться в своей практике? Как правило, большинство клинических рекомендаций, в том числе имеющие в России юридическую ценность клинические рекомендации российского общества урологов, говорят о том, что этот анализ должен назначаться только пациентам с высоким риском рецидива мочекаменной болезни. То есть пациенты с высоким риском камнеобразования. Например, те, у кого и дебют мочекаменной болезни состоялся уже в детстве. Пациенты с урапными камнями, пациенты с частым рецидивированием и так далее, и так далее. И здесь особняком стоят клинические рекомендации Американской урологической ассоциации, которые говорят о том, что этот анализ может назначаться даже пациентам с первичным эпизодом камнеобразования, который просто-напросто заинтересован в том, чтобы оценить свой уровень риска. Но понятно, что это не всегда клинически значимо. Любопытство пациента далеко не всегда представляет собой клиническое показание к назначению того или иного вмешательства. Как мы понимаем, любой анализ потенциально наличит за собой фармакологическое или какое-либо еще вмешательство. Какие плюсы есть у этого анализа, какие минусы? С одной стороны, у ряда пациентов он поддерживается клиническими рекомендациями, предоставляет объективные количественные данные, позволяет оценить комплоентность пациента, что немаловажно. И позволяет ограничить меры метафилактики несколькими ключевыми моментами. Если мы не будем ориентироваться на данные метаболического профиля мочи, просто дадим пациенту стандартный шаблон, как делают в некоторых лечебных учреждениях. Ограничить мясо, ограничить шоколад, чай и так далее, то пациенту жить не захочется. Если мы обоснуем те или иные методы коррекции метаболизма с помощью этого анализа, жить пациенту будет гораздо проще. По крайней мере, мы можем на это надеяться. И этот анализ дает надежду на управление этим хроническим заболеванием. С другой стороны, этот анализ надо уметь интерпретировать. Он не всегда позволяет прогнозировать рецидивы. И даже у пациентов с высоким риском камнеобразования, с неоднократными рецидивами, нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда химический профиль мочи оказывается раз от разу нормальным. И несмотря на то, что такая ситуация учтена в американских клинических рекомендациях, там советуют в этом случае эмпирически принимать тиазиды и цитрат калия, все равно эта ситуация является довольно неприятной. У пациента неизбежно возникает вопрос, а для чего он тогда вообще сдавал эту суточную мочу, которую нужно собирать в специальный контейнер, еще и хранить в холодильнике рядом с тарелкой со щами и так далее. Это для всех удобно. Ну и наконец, стоимость самого анализа и следующей за ним терапии также необходимо учитывать. В некоторых ситуациях наблюдается специфическое отклонение в биохимическом профиле мочи. Так, например, у пациентов с артериальной гипертензией достоверно установлено снижение экскреции кальция и цитратов. Однако не совсем понятно, с чем это связано с артериальной гипертензией как таковой, или с тем, что часть пациентов принимает, к примеру, тиазидные диуретики. При сахарном диабете отмечается тенденция к большему объему суточной мочи, естественно, да, особенно при не очень хорошем гликемическом контроле, тенденция к меньшей экскреции кальция и магния. Меньшая экскреция кальция, это, конечно, хорошо в плане снижения риска развития мочекаменной болезни, но у пациентов с сахарным диабетом существуют другие специфические моменты, увеличивающие риск камнеобразования. У пациентов с ожирением существенно увеличивает суточный экскреция фосфатов, и, наконец, в постминоползальном периоде значительно снижается экскреция цитратов и магния. При сахарном диабете с чем связаны особенности метаболического профиля мочи? Это связано с тем, что при сахарном диабете так или иначе отмечается склонность к глюкониогенезу, в том числе и при менее выраженных формах нарушения углеводного обмена, например, при метаболическом синдроме, при инсулинорезистентности. И основным субстратом для глюкониогенеза в почке является аминокислота глутамин. Глутамин при метаболизме теряет азот, что приводит к выделению. Аммиака и ионов водорода в мочу, что приводит к достаточно неприятному феномену образования камней из мочевой кислоты и урата аммония. Как мы можем влиять на метаболический профиль? Это самый главный вопрос, поскольку он определяет то, зачем вообще определять биохимический профиль суточной мочи. Во-первых, мы должны задать себе вопрос, вносит ли диета вообще вклад в патогенез болезни того или иного пациента? Какие компоненты диеты приносят вред? Можно ли исправить проблему с питанием в принципе? И, наконец, влияет ли вмешательство на риск рецидива мочекаменной болезни? Если мы уж говорим про уролитиаз. Хотя в целом эта концепция касается любых заболеваний, которые могут быть... А важным метаболический профиль мочи является поддержание адекватного диуреза. Целевой диурез у пациента с мочеками на болезнь должен достигать не менее 2,5 литров в сутки. Это, наверное, всем известно. Так же, как ограничение поваренной соли, поскольку натрий приводит к потере битвы и именно от концентрации натрия в первичной моче зависят процессы реабсорбции кальция. Поэтому пациентов надо предупреждать о том, что пищу солить нельзя и необходимо ограничить потребление поваренной соли до 2,5 грамма в сутки, а желательно еще меньше. Теозидные диуретики активно применяют сутки пациентов с гиперкальциуреей. Но, конечно же, их эффективность зависит от вида гиперкальциуреи. Если это абсорбтивная гиперкальциурея, они, конечно, не оказывают прямого патогенетического эффекта, но все равно замедляют выведение кальция с мочой и способствуют реинтеграции кальция в костную ткань. При ринальной гиперкальциуреи тиозидные диуретики оказывают прямой эффект, поскольку влияют непосредственно на ту точку, где происходит утечка кальция на максимальные и дистальные звитые канальцы. При резорбтивной гиперкальциуреи, что очень важно, тиозиды не должны применяться, поскольку лишь усугубляют гиперкальциуми и даже на жизненные функции пациента. Согласно клиническим рекомендациям Американской урологической ассоциации, пациентам с повышенным уровнем кальция в моче и рецидивирующими кальциевыми камнями следует предлагать тиозидные диуретики. И, как я уже говорил, пациентам с неясной ситуацией, когда в биохимическом профиле мочи мнения нет, а кальциевые камни все равно рецидивируют, также имеет смысл назначать тиозидные диуретики или цитрат калия. Тиозидные диуретики целесообразно сочетать с цитратом калия. Почему? Потому что они блокируют реабсорбцию не только натрия, но и калия, из-за чего может развиться внутриклеточный ацидоз. Ацидоз нарушает выработку цитрата и способствует реабсорбции. Целесообразное назначение дополнительных источников цитрата калия или хлорида калия, желательно, конечно, цитрата калия, одним из возможных источников, существующих сегодня на рынке, является биологически активная добавка уриклар. Известно, что цитратные смеси и добавки, содержащие цитрат калия, оказывают положительное влияние на качество жизни и связанные с рецидивами у пациентов с мочекаменной болезнью, что доказано в плацебо-контролируемых исследованиях. Препарат уриклар, в отличие от цитратных смесей, не требует столь тщательного контроля уровня х мочи, что является одним из его преимуществ, и содержит не только цитраты, но и растительные компоненты, которые оказывают мочегонные, спазмолитические, болеутоляющие эффекты, слабый антисептический эффект. Что также немаловажно у этих пациентов. Эта добавка способна уменьшать риск рецидива мочеками болезни, может применяться у пациентов с различными по составу конкрементами, снижает интенсивность частоту почечных колик, может применяться конкретно при почечной колике. И может применяться в рамках подготовки пациента к различным видам дезинтеграции камня с целью его размягчения и облегчения отхождения фрагментов камня, например, после дистанционной ударной волновой литотрепсии. Этот препарат довольно широко обсуждается в отечественной научной литературе, как вы видите, довольно много публикаций, клинических исследований. И этот препарат заслуживает применения в нашей рутинной клинической практике. Очень интересный вопрос относительно того, как влияют пищевые добавки с витамином D на риск развития и рецидивирования мочекаменной болезни. Это очень актуальный вопрос, поскольку и урологи, и андрологи, и врачи любых специальностей сегодня, можно сказать, направо и налево назначают добавки с витамином D. Конечно, нет смысла иметь дефицит витамина D. Дефицит витамина D никаким образом не защитит от риска развития мочекаменной болезни. Дефицит надо восполнять. Но чем полезен витамин D? Это тем, что он позволяет справиться с вторичным гиперпаратиреоидизмом и таким образом нормализовать кальциевый обмен. И, как ни парадоксально, при применении в нормальных дозах витамин D снижает риск рецидивов мочекаменной болезни. Хотя доказательная база все еще несколько слабая. А еще одним фактором риска, который может быть выявлен при биохимическом анализе суточной мочи, является экскреция оксалатов, которые бывают различных типов, кишечная гипераксалурия, часто встречающаяся у пациентов, перенесших бариатрические операции, например, или имеющих какие-то хронические заболевания кишечника. Генетически обусловленная гипераксалурия, которая является очень-очень редкой. И даже в клиниках, специализирующих на мочекаменной болезни, такие пациенты приходят нечасто. Элементарная гипераксалурия связана с избыточным употреблением продуктов, содержащих щавелевую кислоту и ее соли. И, наконец, идиопатическая гипераксалурия, которая является только при биохимическом анализе мочи. Какие элементарные факторы можно коррегировать? Во-первых, ограничивать белки животного происхождения, поскольку они несут в себе дополнительную кислотную нагрузку. Зеленые овощи ограничивать, конечно, не стоит, поскольку они в большей степени полезны для здоровья, но имеет смысл дополнять их источниками кальция. То есть сочетать с молочными продуктами, например, поскольку в таком случае образуется нерастворимая соль кальция в кишечнике, а не в почечной лоханке, что для пациента, конечно, очень-очень хорошо. Соки цитрусовых оказывают преимущественно положительный эффект за счет содержания цитратов и в большей степени это касается соков с большей концентрацией текалия. Лучше не мучиться и пить лимонный сок, а пить, например, апельсиновый сок, который содержит больше цитрата калия, чем лимонный сок. Таким образом, базовые рекомендации для метафилактики мочекаменной болезни включают в себя нормальное потребление кальция, примерно 1 грамм кальция в сутки, низкое потребление натрия, животного белка, умеренное потребление оксалатов, полностью ограничить их, наверное, не стоит, и, наконец, питьевой режим с поддержанием диуреза более 2 литров в сутки. В заключение, метаболический профиль мочи должен оцениваться преимущественно у пациентов с высоким риском рецидивированного рультиаза. Это не тот анализ, который надо назначать в каждом доме, в каждую семью. Мы должны помнить о том, что существуют эффективные меры воздействия на метаболический профиль мочи, хотя для многих пациентов эффективны и базовые эмпирические методы профилактики. Ну и, наконец, важным оружием в нашем арсенале в борьбе с мочекаменной болезнью являются биологические активные добавки с растительными компонентами и цитратом калия, который является дополнительным полезным фактором в борьбе с фактором патогенеза мочекаменной болезни. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...